Глава четвертая. Письмо матери его измучило, но относительно главнейшего капитального пункта сомнений в нем не было ни на минуту, даже в то еще время, как он читал письмо. — Главнейшая суть дела была решена в его голове и решена окончательно. Не бывать этому браку, пока я жив, и к черту господина Лужина, потому что это дело очевидное, — бормотал он про себя, ухмыляясь и злобно торжествуя заранее успех своего решения. — Нет, мамаша, нет, Дуня, не обмануть меня вам. И еще извиняются, что моего совета не попросили и без меня дело решили. — Еще бы! Думают, что теперь уж и разорвать нельзя. А посмотрим, льзя или нельзя. — Отговорка-то какая капитальная! Уж такой, дескать, человек, Петр Петрович, такой деловой человек, что и жениться-то иначе не может, как на почтовых, чуть не на железной дороге. — Нет, Дунечка, все вижу и знаю, о чем ты со мной много-то говорить собираешься. — Знаю и то, о чем ты всю ночь продумала, ходя по комнате, и о чем молилась перед казанской божьей матерью, которая у мамаши в спальне стоит. — На Голгофу-то тяжело всходить. — М-м-м! Так значит, решено уж окончательно. За делового и рационального человека изволите выходить Авдотья Романовна, имеющего свой капитал, уже имеющего свой капитал. Это солиднее, внушительнее, служащего в двух местах и разделяющего убеждения новейших наших поколений, как пишет мамаша. И, кажется, доброго, как замечает сама Дунечка. Это, кажется, всего великолепнее. И эта же Дунечка за это же, кажется, замуж идет. Великолепно, великолепно! А любопытно, однако ж, для чего мамаша о новейших-то поколениях мне написала? Просто ли для характеристики лица или с дальнейшую целью задобрить меня в пользу господина Лужина? Ох, хитрые! Любопытно бы разъяснить еще одно обстоятельство. До какой степени они обе были откровенны друг с дружкой в тот день и в ту ночь и во все последующее время? Все ли слова между ними были прямо произнесены? Или обе поняли, что и у той, и у другой — одно в сердце и в мыслях? Так уж нечего вслух-то всего выговаривать, да напрасно проговаривать. Вероятно, оно так отчасти и было. По письму видно. Мамаша он показался резок, немножко. А наивная мамаша и полезла к Дуне своими замечаниями. А та, разумеется, рассердилась и отвечала с досадой. Еще бы! Кого не взбесит, когда дело понятно и без наивных вопросов, и когда решено, что уж нечего говорить? И что это она пишет мне «люби Дуню, родя», а она тебя больше себя самого любит? Уж не угрызение ли совести ее самое втайне мучат за то, что дочерью сыну согласилась пожертвовать? «Ты наше упование, ты наше все!» О, мамаша! Злоба накипала в нем все сильнее и сильнее, и если бы теперь встретился с ним господин Лужин, он, кажется, убил бы его. «Хм, это правда», — продолжал он, следуя за вихрем мыслей, крутившимся в его голове. «Это правда, что к человеку надо подходить постепенно и осторожно, чтобы разузнать его. Но господин Лужин ясен. Главный человек деловой и, кажется, добрый. Шутка ли поклажу взял на себя, большой сундук на свой счет доставляет. Ну, как же недобрый! А они-то обе невеста и мать, мужичка подряжают в телеге рогожей укрытой. Я ведь так езжал. Ничего, только ведь девяносто верст. А там приблагополучно прокатимся в третьем классе верст тысячу. И благоразумно по одежке протягивай ножки. Да вы-то, господин Лужин, чего же? Ведь это ваша невеста. И не могли же вы не знать, что мать под свой пенсион на дорогу вперед занимает. Конечно, тут у вас общий коммерческий оборот, предприятие на обоюдных выгодах и на равных паях, значит, и расходы пополам. Хлеб, соль вместе, а табачок врозь по пословице. Да и тут деловой-то человек их поднадул немножко. Поклажа-то стоит дешевле ихнего проезда, а, пожалуй, что и задаром пойдет. Что ж, они обе не видят, что ли, этого? Аль нарочно не замечают? И ведь довольны, довольны. И как подумают, что это только цветочки, а настоящие фрукты впереди? Ведь тут что важно? Тут не скупость, не скалдырничество важно, а тон всего этого. Ведь это будущий тон после брака, пророчества. Да и мамаша-то чего ж, однако, кутит? С чем она в Петербург-то явится? С тремя целковыми, аль с двумя билетиками, как говорит та старуха. Чем же жить-то в Петербурге она надеется потом-то? Ведь она уже по каким-то причинам успела догадаться, что ей с Дуней нельзя будет вместе жить после брака, даже и в первое время. Милый ты человек, наверное, как-нибудь тут проговорился, дал себя знать, хоть мамаша и отмахивается обеими руками от этого. Сама, дескать, откажусь. Что ж она, на кого же надеется? На сто двадцать рублей пенсиона с вычетом на долг Афанасию Ивановичу? Косыночки она там зимние вяжет, да на рукавнички вышивает, глаза свои старые портит. Да ведь, косыночки, всего только двадцать рублей в год прибавляют к ста двадцати-то рублям. Это мне известно. Значит, все-таки на благородство чувств господина Лужина надеются. Сам, дескать, предложит, упрашивать будет. Держи карман. И так-то вот всегда у этих шилеровских прекрасных душ бывает. До последнего момента рядят человека в павлинные перья. До последнего момента на добро, а не на худо надеются. И хоть предчувствуют оборот медалей, но ни за что себе заранее настоящего слова не выговорят. Коробят их от одного помышления, обеими руками от правды отмахиваются до тех самых пор, пока разукрашенный человек им, собственно, ручно нос не налепит. А любопытно, есть ли у господина Лужина ордена? Об заклад бьюсь, что Анна в петлице есть, и что он ее на обеды у подрядчиков и у купцов надевает. Пожалуй, и на свадьбу свою наденет. А, впрочем, черт с ним. Ну да уж пусть, мамаша, уж бог с ней, она уж такая. Но Дуня-то что? Дунечка, милая, ведь я знаю вас. Ведь вам уже двадцатый год был тогда, как последний-то раз мы виделись. Характер-то ваш я уже понял. Мамаша вон пишет, что Дунечка многое может снести. Это я знал-с. Это я два с половиной года назад уже знал. И с тех пор два с половиной года об этом думал. Об этом именно. Что Дунечка многое может снести. Уж когда господина Свидригайлова со всеми последствиями может снести, значит, действительно, многое может снести. А теперь вот вообразили вместе с мамашей, что и господина Лужина может снести, излагающего теорию о преимуществе жен, взятых из нищеты и облагодетельствованных мужьями, да еще излагающего чуть не первым свиданий. Ну, да, положим, он проговорился. Хоть и рациональный человек. Так что, может быть, и вовсе не проговорился, а именно в виду имел поскорее разъяснить. Но Дуня-то, Дуня! Ведь ей человек-то ясен, а ведь жить-то с человеком. Ведь она хлеб черствый один будет есть, да водой запивать. А уж душу свою не продаст, а уж нравственную свободу свою не отдаст за комфорт. За весь шлезвик Гольштейн не отдаст, не то что за господина Лужина. Нет, Дуня не та была, сколько я знал, и, ну, да уж, конечно, не изменилась и теперь. Что говорить? Тяжелой Свидригайловой. Тяжело за двести рублей всю жизнь в гувернантках по губерниям шляться. Но я все-таки знаю, что сестра моя скорее в негры пойдет к флантатору или в латыши к астзейскому немцу, чем оподлить дух свой и нравственное чувство свое связью с человеком, которого не уважает и с которым ей нечего делать, навеки из одной своей личной выгоды. И будь даже господин Лужин весь из одного чистейшего золота или из цельного бриллианта, и тогда не согласится стать законной наложницей господина Лужина, почему же теперь соглашается? В чем же штука-то? В чем же разгадка-то? Дело ясное. Для себя, для комфорта своего, даже для спасения себя от смерти, себя не продаст, а для другого вот и продаст, для милого, для обожаемого человека продаст. Вот в чем вся наша штука-то и состоит. За брата, за мать продаст, все продаст. О, тут мы при случае и нравственное чувство наше придавим. Свободу, спокойствие, даже совесть все-все на толкучий рынок снесем. Пропадай жизнь! Только бы эти возлюбленные существа наши были счастливы. Мало того, свою собственную казуистику выдумаем. У иезуитов научимся и на время, пожалуй, и себя самих успокоим, убедим себя, что так надо, действительно надо, для доброй цели. Таковы-то мы и есть, и все ясно, как день. Ясно, что тут никто иной, как Родион Романович Раскольников в ходу и на первом плане стоит. Ну как же-с! Счастье его может устроить, в университете содержать, компаньоном сделать в конторе, всю судьбу его обеспечить, пожалуй, богачом впоследствии будет, почетным, уважаемым, а может быть, даже славным человеком окончить жизнь. А мать? Да ведь тут Родя бесценный, Родя первенец. Ну как для такого первенца хотя бы и такою дочерью не пожертвовать? Да чего! Тут мы и от Сонечки на жребии, пожалуй, что не откажемся. Сонечка, Сонечка Мармеладова, вечная Сонечка, пока мир стоит. Жертву-то, Жертву-то обе вы измерили ли вполне? Так ли? Под силу ли? В пользу ли? Разумно ли? Знаете ли вы, Дунечка, что Сонечкин жребий ничем не сквернее жребия с господином Лужиным? Любви тут не может быть, пишет мамаша. А что, если кроме любви-то и уважения не может быть, а напротив, уже есть отвращение, презрение, омерзение? Что же тогда? А и выходит тогда, что опять, стало быть, чистоту наблюдать придется. Не так, что ли? Понимаете ли? Понимаете ли вы, что значит сиять чистота? Понимаете ли вы, что Лужинская чистота все равно, что и Сонечкина чистота? А может быть, даже и хуже, гаже, подлее, потому что у вас, Дунечка, все-таки на излишек комфорта расчет, а там просто-запросто о голодной смерти дело идет? Дорого, дорого стоит, Дунечка, сиять чистота. Ну, если потом не под силу станет. Раскаетесь? Скорби-то сколько грусти, проклятий, слез-то, скрываемых ото всех! Сколько потому, что не Марфа живы, Петровна! А с матерью что тогда будет? Ведь она уж и теперь неспокойно мучается, а тогда, когда все ясно увидит. А со мной? Да что же вы в самом деле обо мне-то подумали? Не хочу я вашей жертвы, Дунечка, не хочу, мамаша, не бывать тому, пока я жив, не бывать и не бывать, не принимаю. Он вдруг очнулся и остановился. Не бывать? А что же ты сделаешь, чтоб этому не бывать? Запретишь? А право какое имеешь? Что ты им можешь обещать в свою очередь, чтобы право такое иметь? Всю судьбу свою, всю будущность им посвятить, когда кончишь курс и место достанешь? Слышали мы это? Да ведь это буки. А теперь? Ведь тут надо теперь же что-нибудь сделать, понимаешь ты? А ты что теперь делаешь? Обираешь их же, ведь деньги-то им под сто-рублевый пенсион, да под господ Свидригайловых, под заклад достаются. От Свидригайловых-то, от Афанасия-то, Ивановича, Вахрушина, чем ты их убережешь, миллионер будущий? Зевс, Зевс, их судьбою располагающий. Через десять-то лет, да в десять-то лет, мать, успеют ослепнуть от косынок, а пожалуй, что и от слез, от поста исчахнет. А сестра? Ну, придумай-ка, что может быть с сестрой через десять лет, а ли в эти десять лет? Догадался? Так мучил он себя и подразнивал этими вопросами даже с каким-то наслаждением. Впрочем, все эти вопросы были не новые, не внезапные, а старые, наболевшие давнишние. Давно уже, как они начали его терзать и истерзали ему сердце. Давным-давно, как зародилась в нем вся эта теперешняя тоска, нарастала, накоплялась и в последнее время созрела и концентрировалась, приняв форму ужасного, дикого и фантастического вопроса, который замучил его сердце и ум, неотразимо требуя разрешения. Теперь же письмо матери вдруг как громом в него ударило. Ясно, что теперь надо было не тосковать, не страдать пассивно, одними рассуждениями о том, что вопросы неразрешимы, а непременно что-нибудь сделать и сейчас же, и поскорее, во что бы то ни стало, надо решиться хоть на что-нибудь или или отказаться от жизни совсем, вскричал он вдруг в выступлении. Послушно принять судьбу, как она есть, раз навсегда, и задушить в себе все, отказавшись от всякого права действовать, жить и любить. Понимаете ли вы, понимаете ли вы, милостивый государь, что значит, когда уже некуда больше идти? Вдруг припомнился ему вчерашний вопрос Мармеладова, ибо надо, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти. Вдруг он вздрогнул, одна тоже вчерашняя мысль опять пронеслась в его голове. Но вздрогнул он не от того, что пронеслась эта мысль. Он ведь знал, что он предчувствовал, что она непременно пронесется, и уже ждал ее, да и мысль эта была совсем не вчерашняя. Но разница была в том, что месяц назад и даже вчера еще она была только мечтой. А теперь, теперь явилась вдруг не мечтой, а в каком-то новом, грозном и совсем незнакомом ему виде. И он вдруг сам сознал это. Ему стукнуло в голову и потемнело в глазах. Он поспешно огляделся. Он искал чего-то. Ему хотелось сесть, и он искал скамейку. Проходил же он тогда по Каму бульвару. Скамейка виднелась впереди шага хвоста. Он пошел сколько мог поскорее, но на пути случилось с ним одно маленькое приключение, которое на несколько минут привлекло к себе все его внимание. Выглядывая скамейку, он заметил впереди себя шагах в двадцати идущую женщину, но сначала не остановил на ней никакого внимания, как и на всех мелькавших до сих пор перед ним предметах. Ему уже много раз случалось проходить, например, домой и совершенно не помнить дороги, по которой он шел. И он уже привык так ходить. Но в идущей женщине было что-то такое странное и с первого же взгляда бросающееся в глаза, что мало-помалу внимание его начало к ней приковываться, сначала нехотя и как бы с досадой, а потом все крепче и крепче. Ему вдруг захотелось понять, что именно в этой женщине такого странного. Во-первых, она должно быть девушка очень молоденькая, шла по такому зною простоволосая, без зонтика и без перчаток, как-то смешно размахивая руками. На ней было шелковое из легкой материи матерчатые платьица, но тоже какое-то очень чудно надетая, едва застегнутая и сзади у талии в самом начале юбки разорванная. Целый клок отставал и висел болтаясь. Маленькая косыночка была накинута на обнаженную шею, но торчала как-то криво и боком. К довершению девушка шла не твердо спотыкаясь и даже шатаясь во все стороны. Эта встреча возбудила наконец все внимание Раскольникова. Он сошелся с девушкой у самой скамейки, но, дойдя до скамьи, она так и повалилась на нее в угол, закинула на спинку скамейки голову и закрыла глаза, по-видимому, от чрезвычайного утомления. В глядев в нее, он тотчас же догадался, что она совсем была пьяна. Странно и дико было смотреть на такое явление. Он даже подумал, не ошибается ли он. Перед ним было чрезвычайно молоденькое личико лет шестнадцати, даже, может быть, только пятнадцати, маленькое, белокуренькое, хорошенькое, но все разгоревшееся и как будто припушее. Девушка, кажется, очень мало уж понимала. Она одну ногу заложила за другую, причем выставил ее гораздо больше, чем следовало, и по всем признакам очень плохо сознавала, что она на улице. Раскольников не сел и уйти не хотел, а стоял перед нею в недоумении. Этот бульвар и всегда стоит пустынный, теперь же во втором часу и в такой зной никого почти не было. И однако ж в стороне шагах в пятнадцати на краю бульвара остановился один господин, которому по всему видно было очень бы хотелось тоже подойти к девочке с какими-то целями. Он тоже, вероятно, увидел ее издали и догонял, но ему помешало Раскольников. Он бросал на него злобные взгляды, стараясь впрочем, чтобы тот их не заметил и нетерпеливо ожидал своей очереди, когда досадный оборванец уйдет. Дело было понятное. Господин этот был лет тридцати, плотный, жирный, кровь с молоком, с розовыми губами и с усиками и очень щеголевато одетый. Раскольников ужасно разозлился, ему вдруг захотелось как-нибудь оскорбить этого жирного франта. Он на минуту оставил девочку и подошел к господину. «Эй, вы, Свидригайлов, вам чего тут надо?» крикнул он, сжимая кулаки и смеясь своими запенившимися от злобы губами. «Это что значит?» строго спросил господин, нахмурив брови и свысока удивившись. «Убирайтесь, вот что!» «Как ты смеешь, каналья!» И он взмахнул хлыстом. Раскольников бросился на него с кулаками, не рассчитав даже и того, что плотный господин мог управиться и с двумя такими, как он. Но в эту минуту кто-то крепко схватил его сзади, между ними стал городовой. «Полно, господа, не извольте драться в публичных местах. Вам чего надо? Кто таков?» Строго обратился он к Раскольникову, разглядев его лохмотье. Раскольников посмотрел на него внимательно. Это было бравое солдатское лицо с седыми усами и бакинами и с толковым взглядом. «Вас то мне и надо!» крикнул он, хватая его за руку. «Я бывший студент Раскольников, это и вам можно узнать!» обратился он к господину. «А вы пойдемте-ка, я вам что-то покажу!» И схватив городового за руку, он потащил его к скамейке. «Вот, смотрите, совсем пьяная, сейчас шла по бульвару, кто ее знает, из каких, они похожи, штук по ремеслу, вернее же всего где-нибудь напоили, обманули, в первый раз, понимаете, да так и пустили по улице. Посмотрите, как разорвано платье, посмотрите, как оно надето, ведь ее одевали, а не сама она одевалась, да одевали-то неумелые руки, мужские, это видно, а вот теперь смотрите сюда, этот Франц, которым я сейчас драться хотел, мне незнаком, первый раз вижу, но он ее тоже отметил дорогой, сейчас пьяную-то себя не помнящую, ему ужасно теперь хочется подойти и перехватить ее, так как она в таком состоянии, завести куда-нибудь и уж это наверное так, уж поверьте, что я не ошибаюсь, я сам видел, как он за ней наблюдал и следил, только я ему помешал, и он теперь все ждет, когда я уйду, вон он теперь отошел маленько, стоит, будто папироску свертывает, как бы нам ему не дать, как бы нам ее домой отправить, подумайте-ка, городовой мигом все понял и сообразил, толстый господин был, конечно, понятен, оставалась девочка, служивый нагнулся над нею разглядеть поближе, и искреннее сострадание изобразилось в его чертах, ах, жаль-то как, сказал он, качая головой, совсем еще как ребенок, обманули это как раз. Послушайте, сударыня, начал он звать ее, где извольте проживать? Девушка открыла усталые и посоловевшие глаза, тупо посмотрела на допрашивающих и отмахнулась рукой. Послушайте, сказал Раскольников, вот, он пошарил в кармане и вытащил двадцать копеек, нашлись, вот, возьмите извозчика и велите ему доставить по адресу, только бы адрес-то нам узнать. Барышня, а барышня, начал опять городовой, приняв деньги, я сейчас извозчика вам возьму и сам вас припровожу, куда прикажете, где изволите квартировать. Пшла, пристают, пробормотала девочка и опять отмахнулась рукой. Ах, ах, как нехорошо, а стыдно то как, барышня, стыд то какой. Он опять закачал головой, стыдя, сожалея и негодуя. Ведь вот задача! Обратился он к Раскольникову и тут же мельком опять оглядел его с ног до головы. Странен, верно, и он ему показался в таких лохмотьях, а сам деньги выдает. Вы далеко ли отсюда их нашли? Спросил он его. Говорю вам, впереди меня шла, шатаясь тут же на бульваре, как до скамейки дошла, так и повалилась. Ах, стыд то какой теперь завелся на свете! Господи, этка и немудреная и уж пьяная! Обманули, это как есть, он и платьице их не разорвано. Ах, как разврат то нонь пошел! А пожалуй, что из благородных будет, из бедных каких! Но немного таких пошло, по виду то как бы из нежных, словно ведь барышня! И он опять нагнулся над ней. Может, и у него росли такие же дочки, словно как барышни и из нежных, с замашками благовоспитанных и со всяким перенятым уже модничанием. Главное, хлопотал Раскольников, вот этому подлецу как бы не дать. Ну, что же он еще над ней надругается? Наизусть видно, чего ему хочется. Ишь, подлец, не отходит! Раскольников говорил громко и указывал на него прямо рукой. Тот услышал и хотел было опять рассердиться, но одумался и ограничился одним презрительным взглядом. Затем медленно отошел еще шагов десять и опять остановился. Не дать ты им это можно-с, отвечал унтер-офицер в раздумье. Вот как бы они сказали, куда их представить, а то барышня нагнулся он снова. Та вдруг совсем открыла глаза, посмотрела внимательно, как будто поняла что-то такое, встала со скамейки и пошла обратно в ту сторону, откуда пришла. Фу, бесстыдники, пристают, проговорила она еще раз отмахнувшись. Пошла она скоро, но по-прежнему сильно шатаясь. Фран пошел за нею, но по другой аллее, не спуская с нее глаз. Не беспокойтесь, не дам-с, решительно сказал усач и отправился вслед за ними. «Эх, разврат-то как, но не пошел!» повторил он вслух, вздыхая. В эту минуту как будто что-то ужарило Раскольникова, в один миг его как будто перевернуло. «Послушайте, эй!» закричал он вслед усачу. Тот обратился. «Оставьте, чего вам бросьте, пусть его позабавится!» Он указал на Франта. «Вам-то чего!» Городовой не понимал и смотрел во все глаза. Раскольников засмеялся. «Эх!» проговорил служивый, махнул рукой и пошел вслед за Франтом и за девочкой, вероятно, приняв Раскольникова или за помешанного, или за что-нибудь еще хуже. «Двадцать копеек мои унес!» злобно проговорил Раскольников, оставшись один. «Ну, пусть, из того тоже возьмет, да и отпустит с ним девочку, тем и кончится. И чего я ввязался тут помогать? Ну, мне ль помогать? Имею ль я право помогать? Да пусть их переглотают друг друга живьем! Мне до чего? И как я смел отдать эти двадцать копеек? Разве они мои?» Несмотря на эти странные слова, ему стало очень тяжело. Он присел на оставленную скамью, мысли его были рассеяны. Да и вообще тяжело ему было думать в эту минуту о чем бы то ни было. Он бы хотел совсем забыться, все забыть, потом проснуться и начать совсем с изного. «Бедная девочка», сказал он, посмотрев в опустевший угол скамьи. очнется, поплачет, потом мать узнает, сначала прибьет, а потом высечет, больно и с позором, пожалуй, и сгонит. А не сгонит, так все-таки пронюхают Дарьи Францевны и начнет шмыгать моя девочка туда да сюда, потом тотчас больница и это всегда у тех, которые у матерей живут очень честных и тихонько от них пошаливают. Ну, а там, а там опять больница, вино, кабаки и еще больница, года через два-три калека и того житья ей девятнадцать аль восемнадцать лет от роду всего-с. Разве я таких не видал? А как они делались? Да вот все так и делались. Тьфу! А пусть это, говорят, так и следует. Такой процент, говорят, должен уходить каждый год. Куда-то, к черту, должно быть, чтоб остальных освежать и им не мешать. Процент. Славные права у них эти словечки. Они такие успокоительные, научные. Сказано процент, стало быть, и тревожиться нечего. Вот если бы другое слово, ну, тогда было бы, может быть, беспокойнее. А что, коль и Дунечка как-нибудь в процент попадет? Не в тот, так в другой. А куда ж я иду? Подумал он вдруг. Странно, ведь я зачем-то шел, как письмо прочел, так и пошел. На Васильевский остров к Разумихину я пошел. Вот куда теперь. Помню. Да зачем, однако же? И каким образом мысли идти к Разумихину залетело мне именно теперь в голову? Это замечательно. Он дивился себе. Разумихин был одним из его прежних товарищей по университету. Замечательно, что Раскольников, быв в университете, почти не имел товарищей, всех чуждался, никому не ходил и у себя принимал тяжело. Впрочем, и от него скоро все отвернулись. Ни в общих сходках, ни в разговорах, ни в забавах, ни в чем он как-то не принимал участия. Занимался он усиленно, не жалея себя, и за это его уважали, но никто не любил. Был он очень беден и как-то надменно горд и несообщителен, как будто что-то таил про себя. Иным товарищам его казалось, что он смотрит на них, на всех, как на детей, свысока, как будто он всех их опередил и развитием, и знанием, и убеждениями, и что на их убеждения и интересы он смотрит, как на что-то низшее. С Разумихиным же он почему-то сошелся, то есть не то, что сошелся, а был с ним сообщительнее, откровеннее. Впрочем, с Разумихиным невозможно было и быть в других отношениях. Это был необыкновенно веселый и сообщительный парень, добрый до простоты. Впрочем, под эту простотой таились и глубина, и достоинства. Лучшие из его товарищей понимали это, все любили его. Был он очень не глуп, хотя и действительно иногда простоват. Наружность его была выразительная, высокий, худой, всегда худо выбритый, черноволосый. Иногда он буянил и слыл за силача. Однажды ночью в компании он одним ударом ссадил одного блюстителя вершков двенадцати росту. Пить он мог до бесконечности, но мог и совсем не пить. Иногда проказил даже непозволительно, но мог и совсем не проказить. Разумихин был еще тем замечателен, что никакие неудачи его никогда не смущали и никакие дурные обстоятельства, казалось, не могли придавить его. Он мог квартировать хоть на крыше, терпеть адский голод и необыкновенный холод. Был он очень беден и решительно сам один содержал себя, добывая кое-какими работами деньги. Он знал бездну источников, где мог подчерпнуть, разумеется, заработком. Однажды он целую зиму совсем не топил своей комнаты и утверждал, что это даже приятнее, потому что в холоде лучше спиться. В настоящее время он тоже принужден был выйти из университета, но ненадолго и из всех сил спешил поправить обстоятельства, чтобы можно было продолжать. Раскольников не был у него уже месяца четыре, а Разумихин и не знал даже его квартиры. Раз как-то месяца два тому назад они было встретились на улице, но Раскольников отвернулся и даже перешел на другую сторону, чтобы тот его не заметил. А Разумихин хоть и заметил, но прошел мимо, не желая тревожить приятеля.